К основной части нашего сегодняшнего, к основной теме нашего сегодняшнего вебинара, да, это, собственно, как опубликовать статью и как подобрать правильный журнал, как улучшить свои шансы на публикацию в международном журнале. Под словом сегодня еще много раз я скажу слово международный журнал, да, что я подразумеваю под международным журналом, это журнал, который издается на английском языке. Опять-таки нравится нам это или нет, но на данный момент международный язык науки это английский, и для того, чтобы ваша статья имела максимальный охват, максимальную аудиторию, а соответственно и наибольшие ссылки на вашу статью, да, то, пожалуйста, публикуйтесь и старайтесь публиковаться на английском языке в англоязычных журналах. Есть такая, скажем так, обход, это опубликоваться в переводном журнале, то есть отправить свою статью на русском языке и дальше в русскую версию журнала, дальше, да, выйдет, она будет переведена на английский, и это будет, собственно, у вас будет та самая статья на английском языке, но это не всегда хорошо, потому что, во-первых, есть проблемы с не авторским переводом, да, не вашим собственным, как автора статьи, да, но и есть еще ряд других ограничений, с которыми мы сталкиваемся при публикации в переводных журналах, то есть не изначально, которые на английском, только на английском, да, есть только английская версия и, например, переводная русская, да, а не наоборот. Меня зовут Дарья, я думаю, что многие меня знают, видели, мы уже встречались, к сожалению, сейчас все мы это ведем в таком виртуальном онлайн-формате, что мне не очень нравится, но, надеюсь, когда-нибудь мы вернемся в оффлайн-историю и с удовольствием проведем очные встречи, очные семинары, на которых, скажем так, можно посмотреть друг другу глаза в глаза, и, на мой взгляд, они гораздо более полезны. Собственно, меня зовут Дарья, я представляю издательство Шпрингер-Нейч, и сегодня мы поговорим, да, в целом про издательство Шпрингер-Нейч, о котором вы знаете, слышали, пользовались, работали, издавались, кто-то публиковались, читаете наши журналы, да, на протяжении уже, мне кажется, пяти последних лет, да, если включая 23-й год, есть подписка централизованная или национальная, как бы мы ее ни называли, да, благодаря Российскому фонду фундаментальных исследований, как он раньше назывался, да, теперь это Российский центр научной информации. Если говорить про основную поисковую платформу издательства Шпрингер-Нейч, это link.springer.com. Что же можно сделать, да, многие, я думаю, большая часть из вас уже там работала с нашей платформой, знает, как ей пользоваться, что можно найти, но еще раз быстренько повторим. На нашем сайте, на нашей платформе вы можете читать и скачивать все статьи о самых новых, последних достижениях в вашем направлении исследований, вашей предметной области, использовать наши материалы при написании отчетов НИР, магистрских, докторских, диссертаций, подбирать статьи для сопоставительного анализа передовых достижений в области, в которой, собственно, вы работаете. Быстро и точно определяйте рейтинговые журналы под ваши исследования. Вы можете узнавать импакт-факторы журналов, да, а также базы, в которых они индексируются. Очень важно ознакомиться с инструкциями и требованиями, которые предъявляет журнал к статьям, которые публикуют, а также подать онлайн вашу статью для, ну, если она подходит для этого журнала, если вы выбрали этот журнал для публикации. Соответственно, если вы представляете библиотеку вашего вуза, да, вашей научной организации, вы можете открывать и предоставлять дистанционный доступ вашим студентам, магистрантам, докторантам, преподавателям к нашей полнотекстовой базе из дома или, ну, откуда угодно, да, либо с сотовых телефонов, планшетов, ноутбуков. В общем, основная задача библиотеки, да, это чтобы вы зарегистрировались под своим, со своей почтой и придумали свой пароль, и дальше библиотекарь, да, ассоциирует вас с вашей организацией. Почему это важно и нужно делать? Потому что если вы пользуетесь и заходите, ищите, пользуетесь в SpringerLink не из своей научной организации, откуда-то из дома, очень важно, чтобы этот, скажем так, трафик и запросы, и вот это использование платформы, да, оно зачислялось на и падало на вашу организацию. Объясню, почему. Потому что в конце каждого года мы ведем такую серьезную борьбу о продлении, да, национальной подписки сейчас или, в принципе, той подписки, которая есть и которая доступна, да, и очень важно понимать, что только благодаря высоким показателям и высокому спросу на ресурс мы можем аргументировать то, что действительно подписка нужна, важна, и она пользуется спросом, да. И для нас это аргумент, чтобы продлить подписку. Очень часто возникают вопросы по журналам и по использованию системы, например, да, как работать с системой. Либо пройти обучение, либо у нас есть ряд, вот, скажем так, с какой-то определенной периодичностью вебинаров по разным темам, как работать с платформой, да, вы можете это послушать или обратиться в библиотеку. Мы можем для какой-то определенной научной организации сделать свой вебинар, да, отдельный. Для этого, пожалуйста, обращайтесь либо к коллегам из компании 100К20, либо напрямую ко мне, мы обязательно это организуем. Дальше вопрос. Вот часто ко мне по итогам вот семинара раньше подходили, да, коллеги и говорили, вот, Даш, нам нужно, значит, журнал Scopus или Web of Science. Все прекрасно. У Шпрингера там из трех тысяч журналов плюс-минус, даже больше трех тысяч сейчас журналов, которые есть, более двух тысяч, а сейчас уже, наверное, более где-то ближе к двум с половиной тысячам. Это цифра, да, те журналы, которые входят в такие базы, которые нас интересуют, да, Scopus и Web of Science. Опять-таки, семинары, обучающие вебинары, они бесплатные. Отправляйте заявку либо мне, опять-таки, либо коллегам. Мы абсолютно бесплатно для вашей организации проведем тот или иной вебинар. Про то, что очень дорого публиковаться в наших журналах. Это, опять-таки, миф, потому что единственная платная публикация, которая есть, да, это публикация в формате открытого доступа. Таких журналов не так много. Есть гибридные журналы, которые позволяют публиковаться как в открытом доступе, так и стандартные, топ-стандартные модели по подписке, да, соответственно, тогда для автора публикация абсолютно бесплатная. Вот подчеркиваю это. Да, это важно помнить и не говорить о том, что всегда очень дорого опубликоваться в международном издательстве. Можно ли опубликовать свою статью, нет, не проводя никакой анализ предыдущих исследований, которые были сделаны, в том числе в каких-то других странах ответ нет, нельзя. Для международного журнала единственным критерием, которым должна отвечать статья, которую вы опубликуете, это качественная научная статья. Соответственно, дайте телефон, часто просят дайте телефон какого-то волшебного платного агентства, которые напишут статью, переведут ее, выберут журнал, опубликуют, в общем, вы получите все и сразу. Так, к сожалению, не бывает. Если вам кто-то такое предлагает, не ведитесь, не обращайте на это внимание, потому что, как правило, это такие письма счастья, которые вам могут предложить, но при этом это не является, во-первых, правильным путем и не всегда приводит к тому результату, на который вы рассчитываете. Дальше последнее, наверное, самое актуальное сейчас проблема и вопрос, который может возникнуть, это то, что статьи в России не публикуются. Это не так. Да, я всегда оставляю какой-то, что-то на человеческий фактор, да, на вопрос, что есть, конечно, человеческий фактор и никуда мы его убрать не можем, но политика издательства такая, что мы публикуем качественный научный контент из какой-либо страны бы мы его не получили. Поэтому вот никакого, никакой, скажем так, не публикуем некачественные статьи. Это все, что нужно знать. Если мы говорим про качественную научную статью, много раз уже сегодня об этом говорила, да, несколько критериев качественной научной статьи. Первое, это оригинальность, что-то новое в предметной области, в которой вы работаете, новые методы или получение новых результатов. В соответствии с существующим знанием его расширения, научная методология, достоверность и объективность выводов, которые вы сделали в вашей работе, ясность изложения, структурированность материала и качество написания. Да, основная, основательная аргументация, новизна и уместность ссылок, международный и глобальный подход, строгое соблюдение редакционных рамок и задач журнала, точное название, хорошо подобранные ключевые слова и хорошо написанное резюме. Процедура, если мы говорим про процедуру подачи статьи, это очень важно, да, то есть это мы выбрали тот журнал, в который мы хотим отправить нашу статью, проанализировали требования, которые предъявляет издание, да, оценили материал на соответствие этим требованиям, которые предъявляет журнал, обработали, поработали с тем материалом и привели его в соответствие. Дальше идет рецензирование материала в зависимости от тех требований, которые предъявляет издательский сам журнал, куда мы отправляем, переводим этот материал, если требуется, дальше ведем переговоры с издательством, дорабатываем нашу статью и, соответственно, либо публикация статьи, либо отказ и подача статьи в другой журнал. Зачем вообще нужно публиковаться? Для того, чтобы обмениваться идеями и результаты статьи, для международного обмена идеями, чтобы результаты не получены, пока вы не опубликовали вашу статью. Это очень важно и это то, на что следует обращать особое внимание. Другие ученые, они также хотят слышать, знать о том, над чем вы работаете, что есть важного нового в вашей области, в которой вы работаете. Почему нужно публиковать на английском языке? Опять-таки, это важный момент, на который стоит обращать ваше внимание, что сейчас, как я уже говорила в начале, английский является международным языком науки. Английский. Для того, чтобы публиковаться и стать эффективным взаимодействовать в области науки, конечно, нужно публиковаться на английском. И для того, чтобы получить наиболее, скажем так, показать и знать, как двигается, развивается ваша область, в которой вы работаете, конечно, важно публиковаться на английском языке. Как выбрать правильный журнал? Сколько вообще существует журналов? Существует колоссальное множество журналов, около 30 тысяч. Часть из них публикуют шкрингер, часть из них журнал открытого доступа. Есть журналы с индексом научного цитирования, их около 11 тысяч, сейчас тысяч, наверное, это те самые журналы, которые нас интересуют больше всего. По что хотят видеть редакторы журналов? Хорошее и высокое качество науки, темы, которые подходят под журнал и его, скажем так, тему и охват журнала, оригинальность вашего исследования, активное исследование в этой области, в которой вы работаете, рецензирование с хорошей обратной связью, четкий, понятный английский язык. Опять-таки повторюсь, с точки зрения английского языка очень важно помнить о том, что вам нужно, вам нужно написать, донести научную суть вашей работы. Самое важное, что касается английского языка, это донести вашей работы. Как же выбрать и подобрать журнал в издательстве, например, Шпрингер? У каждого издательства есть, в принципе, свой абсолютно бесплатный инструмент, который можно воспользоваться для того, чтобы выбрать журнал, который подходит под ваши исследования. Первое и самое важное, да, это помнить, помнить о том, что этот инструмент, он работает, важен и полезен, решит вашу задачу только вместе с вашей самостоятельной работой, которую вы проведете. Так вот, вы копируете аннотацию вашей статьи и вставляете, да, в текстовое поле, которое есть. Можете поставить вот тут, да, вот вы копируете аннотацию, да, вот ссылка на этот инструмент, да, journal-suggester.springer.com. Дальше в текстовое поле выставляете вашу аннотацию, абстракт на английском языке. Это очень важная система, работает только с английским. Дальше вы выбираете, вы можете делать несколько фильтров, да, журналы только с импакт-фактором или журналы открытого доступа. Соответственно, вот как выглядит результат поиска журналов, да. И, соответственно, вы видите журналы, которые есть, то есть, что вам выдал результат поиска. Очень важно, вы видите название журналов, соответственно, название журнала будет активная ссылка. Текущий импакт-фактор журнала, который есть, модель распространения, да, либо открытый доступ, либо s, это subscription, то есть подписной журнал, либо если стоят два этих значка, вы понимаете, что это журнал гибридный, который распространяется и по подписке, и в формате открытого доступа. Дальше вы видите, значит, среднее время принятия решения по журналу, да, это 41 день, и 24% это процент принятия статей от общего количества статей, которые поступают в журнал. И тут мы видим три абсолютно разных примера, да, то есть мы видим журнал с импакт-фактором, 41 день, это время среднего ответа от редакции, и 24% принятия статей от общего количества статей, которые поступают. Дальше мы видим журнал, скорее всего, новый, еще без импакт-фактора, 271 день, это время до первого ответа, и 71% это процент, то есть большое количество статей из тех, которые отправляют, их принимают, 71%. Дальше мы видим третий пример, да, журнал с достаточно высоким импакт-фактором 2 и 3, 196 дней время, среднее время первого, до первого ответа от редакции, да, и 30, всего 33% принятия статей. Тоже важно помнить перед тем, как вы выбираете журнал для своей работы, для своей статьи, которая еще не написана. Как говорят мои коллеги-редакторы, они всегда говорят о том, что нужно выбирать журнал до написания своей работы. Значит, руководство для авторов, структура, как должна быть, там, руководство для авторов, оно есть на страничке каждого журнала, да, там есть структурно, как должна выглядеть ваша работа, количество слов, стиль, оформление стиль ссылок, цели и задачи этого журнала, да, темы, контингент читателей. Будьте уверены, что подчеркнуть, да, и на что обратить особое внимание, что выделить, скажем так, есть ли оценивать, да, несколько критерий, по которым вы можете выбрать, подобрать тот или иной журнал. Соответственно, первое, по новизне результатов. То есть если вы сделали небольшое дополнение к уже существующему исследованию, новое приложение ранее опубликованных материалов, какой-то новый вывод из уже имеющихся, да, вы выбираете журнал с более низким импакт-фактором для того, чтобы, скажем так, ваша работа просто была опубликована. И если что-то абсолютно новое, да, новое концептуальное продвижение, либо сделали новый материал или новое устройство, то вы выбираете журнал с более высоким импакт-фактором, потому что вы знаете, что это точно что-то новое, меняющее там вашу область, в которой вы работаете, абсолютно новое, и вы можете этим пользоваться. Актуальность и результаты, соответственно, где они полезны? Результаты, которые имеют локальное значение, да, региональный журнал. Соответственно, если результаты, которые вы получили, имеют локальное значение, то есть только для вашего региона, то, конечно, нет никакого сравнительного анализа, то, конечно, такая статья будет интересна только в региональный журнал, То есть, скорее всего, журнал, который издается на русском языке. И второе, это если выводы, которые сделаны применимы во всем мире, то, конечно, тогда вы должны использовать международный журнал, да, и ориентироваться, целиться только на международный журнал. Никто не говорит, что если ваш результат имеет локальное значение, и при этом есть сопоставительный анализ с результатами в области какой-то, да, ваших коллег из-за рубежа, тогда, конечно, это будет интересно международному научному сообществу. Если же нет, то поймите, что вряд ли те результаты, которые вы получили здесь и сейчас, нигде ни с кем ничего не сравнили, не сопоставили, и это не будет интересно международному научному сообществу, на это нужно обращать внимание и помнить об этом. Если результаты применимы только к одной конкретной дисциплине, например, материаловедения, то это специализированный журнал. Если же результаты применимы к нескольким дисциплинам, материаловедения, экология, политика, я не знаю, социология, физика, химия, нано-материалы, то вы выбираете журнал, который ориентирован на более широкую аудиторию, соответственно, этот журнал будет интересен и химикам, и физикам, да, и политологам, и тогда вы понимаете, что охват аудитории у вашей статьи будет больше, и, соответственно, потенциально ссылок и цитирований вашей статьи будет больше. Опять-таки, самый спорный, наверное, вопрос, и сложный для авторов, да, это доступный журнал, то есть если либо это модель по подписке, либо это журнал в формате открытого доступа, да, соответственно, если статья интересна как ученым, так и широкой общественности, скорее всего, это такие гуманитарные, социогуманитарные направления, то это журнал открытого доступа. Если же статья интересна только ученым, то это журнал, который распространяется по подписке. Сопроводительное письмо – это первое впечатление, которое о вас, первое впечатление редакторов о вас, не о вашей статье, потому что они еще ее не видели, не о вашем исследовании, не о вашей работе, да, а это первое впечатление о вас как о человеке, авторе и так далее. То есть очень важно сопроводить, во-первых, очень важно писать сопроводительное письмо, очень важно писать каждое отдельное сопроводительное письмо для каждой статьи, которую вы отправляете, ну и очень важно подчеркнуть важность и актуальность исследования, то есть почему публикация, ваша публикация подходит именно для этого журнала. Важно написать вдохновляющее, впечатляющее, спроводительное письмо, да, очень важно обратиться к редактору по имени, да, указать название вашей работы, тип статьи, дать короткую информацию об исследовании, описать, что было сделано и какие результаты были получены, описать интерес для читателей журнала, да, и, соответственно, убедить редактора, что работа подходит и под журнал, под его тематику и проблематику, о которой он пишет. Соответственно, дальше мы переходим к экспертной оценке, да, к работе с рецензированием, к рецензентам, да, то есть ваша задача эффективно уведомлять, информировать редактора журнала о всех исправлениях, которые вы сделали, да, в ходе вот этого работы с рецензентами, да, или какие-то исправления, которые были сделаны в вашей работе. Очень важно отвечать на комментарии каждого из рецензентов, да, делать так, чтобы эти изменения было легко увидеть, указывать строчку и номер страницы, где были сделаны эти изменения, использовать разные цвета шрифта, выделять какой-то текст, извините, использовать зачеркнутый шрифт для удаления. Это сократит время работы с вашей статьей, соответственно, то, о чем мы говорим, да, то есть нельзя рассчитывать, что вы отправили, вот вы подали вашу статью для публикации, и в течение там какого-то, я не знаю, в течение месяца эта статья будет опубликована. Это совсем не так, да, статья в среднее время, реальный срок, в течение которого она будет опубликована, это где-то 4-6-8 месяцев, вот это вот среднее время. Соответственно, наша с вами задача, как людей заинтересованы в том, чтобы статья была опубликована, это максимально со своей стороны постараться сократить эти сроки. Для этого нужно сделать так, чтобы с вашей статьей было удобно работать рецензенту, соответственно, ну и всем вовлеченным в этот процесс людям, пока не приняты финальные какие-то правки. Соответственно, согласие с рецензентом, да, оно может выглядеть следующим образом, да, комментарий, который вы видите сейчас на экране от рецензента, дальше ваш ответ, согласие, почему вы согласны, и какие были сделаны изменения в случае, если они были сделаны. Соответственно, согласие с рецензентом, согласие, почему вы согласны, изменения, которые были сделаны, и где они находятся в тексте. не согласия с рецензентом как делать нельзя дописать что вы вообще не социалист в моей области что все это не работает так делать нельзя и вообще подберите мне более профессионального человека который посмотрит мою статью да не соглашаться с рецензентами это абсолютно нормально есть такая практика но делать это очень важно помнить что делать это нужно вежливой форме потому что со всеми этими рецензентами на протяжении всей вашей научной карьеры вы будете сталкиваться на конференциях вы будете рецензировать их статьи они будут рецензировать ваши статьи вы будете читать статьи друг друга ссылаться на них и так далее поэтому очень важно да соблюдать помнить о какой-то вот вежливости которая нужна точно также не согласен с рецензентом оно еще раз повторюсь можно и нужно абсолютно нормально не соглашаться с рецензентом очень важно написать ваши доводы изменения в статье которые были сделаны и где они находятся в вашей работе да то есть там номер страницы строку дальше важный пункт еще на который мы сегодня остановимся да очень коротко у нас сегодня так мы все попробуем темы коротко охватить это английский да нам нужно максимально так как английский для нас как для автор не является родным мы можем допускать какие-то ошибки для того чтобы избежать нужно максимально улучшить читаемость текста сделать его простым для восприятия до первое и самое простое это использовать короткие предложения одна идея в одном предложении использовать активный залог то есть сделать предложение максимально простым для восприятия да то есть старайтесь ограничить первое количество слов предложения до максимум 15-20 слов 1 идея на предложение и используйте активный залог потому что эта ошибка возникает при переводе потому что когда на русском языкеr мы готовим нашу работу то мы, как правило, используем пассивный залог. В английском же важно для того, чтобы сделать, упростить максимально предложение, важно использовать активный залог. Он сделает предложение более простым для восприятия, соответственно, и чем проще предложение написано, тем меньше вероятности допустить ту или иную ошибку. Дальше абсолютно такой пример из бытовой жизни, не относящийся к каждому, но при этом не относящийся к науке. Это два примера, и в каком же из них говорится про повышение заработной платы. Мы можем сколько угодно говорить о том, что заработную плату, все эти разговоры никто и никогда не повышает. Вот первый пример. Вы заслуживаете повышение заработной платы, но бюджет ограничен. Единственное, что вы запомнили из этого предложения, что этот бюджет ограничен, что никто заработную плату вам в итоге не повысит. И есть второе предложение. Бюджет, конечно, ограничен, но вы настолько ценный сотрудник, что при первой же возможности вы обязательно получите, вы заслуживаете повышение заработной платы. Вы также понимаете, что заработную плату вам никто не повысит, но при этом вы понимаете, что вы заслуживаете повышение заработной платы. Ключевая информация, на которую вы хотите обратить внимание читателя, должна находиться в конце предложения, в конце абзаца, в конце раздела и так далее. Старайтесь, опять-таки, не переходить из активного залога в пассивный, то есть не преобразовывать глагол в существительное. То есть старайтесь использовать глаголы, потому что это не даст вам провалиться в пассивный залог. Так, старайтесь упрощать, то есть никого вы не сможете удивить, никого своим шикарным английским языком, да, который есть, поверьте, есть люди, кто знает английский язык лучше вас, те какие-то красивые фразы, выражения, которые вы найдете где-то в чужих статьях и используете, это все, конечно, очень здорово, но, возможно, вы их используете не к месту, да, и это только, скажем так, ухудшит восприятие вашей статьи с точки зрения английского языка. Вот два абсолютно одинаковых по смыслу предложения, но количество слов в первом предложении в два раза больше, чем количество слов во втором. Вот обращайте на это внимание. И второе предложение может сформулировать, в принципе, любой человек, который даже средним уровнем знает английский язык. То есть там использованы простые глаголы, простая, скажем так, предложение простое, но при этом передает смысл, который нужен. Последний блок, который мы сегодня рассмотрим, да, это название и аннотация. Название должно привлечь внимание вашего читателя, да, важные моменты, на которые стоит обращать внимание, да, это что название должно быть кратким изложением ключевых выводов, содержать ключевые слова и быть менее, лучше, менее 20, а лучше, сильно менее 20 слов, то есть там 10 слов максимум. Старайтесь избегать вопросов в своих названиях, описания методов, которые были применены, аббревиатуры и такие слова, как новые или ранее не существовавшие. А еще раз повторю, что название должно быть кратким резюме наиболее важных выводов, которые вы сделаете. Хороший пример названия, да, и который содержит релевантную информацию, да, вот он, вы можете посмотреть. И из названия понятно, о чем будет эта статья. Поверьте, это очень помогает, потому что, когда вы, например, ищете какую-то информацию для вашей работы, вы сначала по названиям отбираете какой-то набор статей, ряд статей, сохраняете их себе, начинаете их читать, и вы рассчитываете, что то, что вы увидели в названии, об этом и будет идти речь, и эта статья вам полезна. Точно так же люди, которые работают и там натыкаются на вашу статью, им будет, им, они будут надеяться и рассчитывать на то, что из названия понятно, о чем будет ваша статья. Ну и, собственно, аннотация, последняя, о чем мы сегодня поговорим, да, это первое впечатление уже о вашей работе, да, то есть вам очень важно ясно донести цели, результаты и выводы, которые, да, почему, почему, то есть важность вашей темы, значение вашего исследования и актуальность сейчас, на данный момент вашего исследования, то есть зачем вы проводили. Да, соответственно, с аннотацией меньше всего проблем возникает, аннотация в зависимости от предметной области бывает либо короткой, либо чуть длиннее, либо очень сжатой, да, там, например, у экономистов достаточно сжатые аннотации, но так принято, и если посмотреть там из несколько экономических журналов, мы увидим, что аннотации, как правило, они достаточно короткие, да, там, у химиков, физиков, они более чуть-чуть развернуты, да, у технических специальностей. То есть очень важно разделить на блоки вашу аннотацию, да, почему проводилось ваше исследование, гипотезы, методы и анализы, и аналитику, которые вы использовали, наиболее важные выводы и общие выводы, которые относятся к вашей, соответственно, работе. Тут структурно показано, как должна выглядеть аннотация, да, общая информация, методы и цели, результаты и какое-то общее заключение выводов. Обращу ваше внимание на следующее, да, то есть все пишут, почему важно и необходимо было провести ваше исследование, что вы делали, какие методы использовали, что вы узнали, какие, соответственно, выводы вы сделали, а дальше последний блок, который у нас принято называть обсуждение, да, он обычно так вот смазан немножко, очень важно выделять это в отдельный блок, то есть какой вклад внесет ваше исследование в сферу, в которой вы работаете. Коротко еще скажу, у нас есть слайды про хищнические журналы, очень надеюсь, что никто из вас пока не попадался, но и не попадется в лапу хищникам, да, то есть хищнические журналы, они делают копию, скажем так, самого журнала уже реально существующего, говорят, что создают какие-то несуществующие, приписывают импакт фактора этого журнала, да, на что сразу стоит обращать внимание, как определить хищников, да, сомнительность письма, то есть слишком много лести, срочности, важности, помните, что, как правило, автор более заинтересован в том, чтобы опубликовать свою статью в журнале, а не наоборот, журналы гонятся за авторами для того, чтобы получить ту или иную статью. Название журнала, которое отключает Global, International или World, множество публикуемых тем и языков, быстрая публикация, какая-то вообще цена, в принципе, за публикацию, отсутствие или непрозрачность, неполнота описания редакционного процесса, сомнительные импакт-факторы, сомнительная индексация, непонятно, то есть невозможно найти редакторов, сомнительный веб-сайт, да, то есть очень важно проверить письмо, посоветоваться с коллегами, посмотреть индексацию и черные списки, которые существуют по всем базам, да, они действительно почти копируют известные журналы, которые уже есть, вот несколько ссылок я привожу для того, чтобы проверить журнал, относится он к хищническим или нет, да, насколько он действительно существует, также есть по конференциям, да, как проверить ту или иную конференцию, вот ссылки рабочие, и, собственно, это все, что сегодня мы успеем, и мне бы хотелось, и надеюсь, что удалось рассказать, да, как я и обещала на последнем слайде, все мои контакты вы можете обращаться и по телефону, и по электронной почте, и в любые мессенджеры, которые есть. Спасибо большое за внимание.